Я прошу вас обратить внимание на слово «зачем» в этой формулировке. Мы будем говорить с вами о том, зачем принадлежит ОМОН. И поскольку использовано слово «зачем», я думаю, что вы прекрасно понимаете, что речь пойдет об особом классе причин, которые Аристотель в свое время называл целевую причину. Вопрос о том, зачем происходит что-то, радикально отличается от вопроса «почему происходит что-то». Если я вас спрошу, почему Земля держится вокруг Солнца, вы сумеете ответить на этот вопрос? А? Ну, конечно, да. Законы тяготения и всякие прочие физические законы. Если я вас спрошу, зачем Земля держится вокруг Солнца, то согласились, что люди с научным складом бумага затрудняются в ответе на этот вопрос, потому что трудно представить, что планета имеет какие-то интенции, какие-то намерения, какие-то цели и так далее. Мы поговорим о целях жизни, но, естественно, встает немедленно очень сложный вопрос. Ведь жизнь имеет самые разные проблемы. Живым является дерево, живое является, извините меня, какая-нибудь мышь, наконец, человек, уже представитель живого царства. Поэтому, естественно. А каких целях подойдет еще? Значит, я хотел бы в этой связи поставить перед собой и перед вами два вопроса. Первый вопрос о том, все ли формы жизни связаны с наличием неких целей. И если ответ на этот вопрос утвердительный, то это второй вопрос. Чем отличаются цели человека от целей систем биологических, которые явным образом отчетят? Вот для того, чтобы ответить на этот вопрос, мы должны с вами прежде всего понять, что такое цель. Аристотлер в свое время понимал цель как то, ради чего делается нечто. Это формулировка елкая, лакомичная и даже красивая, не совсем точная. Потому что возникает тут страшное искушение. Скупить цель деятельности, если мы поинваливаем, ее и вы поинваливаем. Вот если я вас спрошу, молодой человек, как называется то, ради чего лесорок пошел на лес? Совершенно верно. Драва. То есть вы готовы тем самым руководствуясь. Словами Аристотеля, трава назвать целью деятельности лесового. На самом деле, трава является результатом деятельности лесового. А цель это намерение человека нарубить эти трава в лесу. Поэтому мы с вами возьмем иное определение цели. Для того, чтобы понять, что это такое, мы должны понять, что это информация. Потому что цель представляет собой своеобразную форму существования информации. В свое время Норберг Двиннер, как вы знаете, основной положительной кибернетики задавался вопросу маршрута по информациям. Он принадлежал весьма нетрадиционный ответ на этот вопрос. Он сказал, что информация это информация, а не вещество или она. Понимаете, если вы хотите дать более содержательную характеристику информации, нужно понять одну важную вещь. Информация возникает, это мое ухо убеждение, не в сетях с теми согласия. Но я убежден в том, что информация возникает только вместе с жизнью. В физическом мире природной информации нет. Есть потенциальная информация, которая актуализируется лишь при наличии систем, которые способны эту информацию исчезнуть. Что такое информация? Это совокупность поведенчески значимых сообщений, с помощью которых живые системы ориентируются в среде, оценивают ее воздействие и программируют ответные реакции на эти воздействия. Обратите внимание, шум в лесу, который услышал Заяц и который заставил Заяцем насторожиться, является информационным сообщением ориентационного пана. А вот цель, которая пробудила Заяца стартовать с места для того, чтобы избежать возможной опасности, это уже реактивный сигнал информационный. Поэтому определение своим студентам я всегда даю такое, что цель это реактивный сигнал, который предпослан действием, вызывает его и ориентирует в предзаданном направлении. Понимаете, это очень любопытная вещь, информационная причина, категорически отличается от причины физически. Она имеет превентивный характер. Вам знакома, наверное, сюжет из русских сказок, богатынь, на лошади, перед ним камень, на камне написано, налево упадешь. Тоняк потеряешь, прямо упадешь, только еще потеряешь, направо упадешь, какая-то дела с тобой случится. Если я вас спрошу, господа, что становится причиной того, что рыцарь начинает движение в одном из этих направлений. Вы подумайте и скажите, это ожидание возможных последствий этого события. Понимаете? То, чего еще нет, становится причиной поразительной вечной материальной задачи. Если мы понимаем цель, так как я сформулировал, значит, естественно, возникает вопрос, а существует ли цель в мире биологическом? Это вопрос, который вызывает личные споры между психологами и философами, потому что психологи, как правило, отрицают наличие целей у кого бы это ни было, кроме человека. Психологи понимают цель в ее специфическом человеческом виде. Это ожидаемый и желаемый образ возможного результата. Конечно, таких целей премьердит. Конечно, животные, в отличие от человека, не способны осознавать свою цель. Но это не значит, что цель не осознанная и не является целью. Чтобы ответить на вопрос, действует ли целесообразно какой-нибудь военок, который валит дерево для того, чтобы построить из него плотину, мы должны с вами узнать два признака целесообразности. Что это за признаки? Первый из этих признаков – это адресный выброс энергии. То есть возможность осуществлять определенные действия в определенное время, в определенном месте. Я люблю рассказывать с вами, студентам, историю про Великого английского физика Резерфорда, который, как вы знаете, помимо занятий физикой, еще и подрабатывал инженерными консультациями. И вот в один прекрасный день Резерфорда пригласили на завод, где что-то сломалось, и попросили его обнаружить и устранить пологу. Резерфорда ознакомился с технической документацией, потом пошел в бой в производственные цепочки, стучал, слушал, стучал, слушал, в какой-то момент остановился и попросил, чтобы ему привезли молоток. Он размахнулся этим молотком, ударил, и вся система зарабатывала. После этого, Резерфорда, потребовав у владельца предприятия, в норме, в уровне ставки недостатков. Это огромная сумма для начала 20 века, и в потрясенной непомерности этих требований предприятия воскликнули. Как, сэр, вы хотите 100 фунтов за один удар молотком? На что Резерфорда ответил, нет, сэр, за удар молотком я хочу один фунт. А 99 фунтов я хочу запрос, но знал, да, вы дарите. Вот это называют адресный выгруз энергии. Этот адресный выгруз энергии всегда осуществляется на основе избирательного отношения к среде. Что такое избирательное отношение к среде? Это способность различать полезное, вредное и безразличное среде, стремиться к полезным и избегать времени. Ну, давайте возьмем какую-нибудь физическую субстанцию, предположим, в ветер. Вот я миру девушек спрашиваю, на что дует ветер? У меня есть гипотез, он дует на блондинов и не дует на брюнет. Вот это так или нет? Совершенно не так. Ветер действует не адресно. Он дует на все, что попадается на его пути. Так ли это? Почему? Потому что, ну, на самом деле, простите мне эту фразу, пофигу на что он будет. У него нет избирательного отношения к среде. А теперь давайте возьмем того же бобра. Все-таки у него есть цели. Проверяем эту утверждение. Первое. Я спрашиваю, вся керей и дерево валит ветер? Нет. Мы с вами залезаем в энциклопедию и смотрим, что боберу грызют деревья, деревья которых не превышает 15-20 сантиметров. Это адресный выброс энергии. Это дерево я грызу, а вот это дерево не грызу. А стоит совпадить на вопрос, а почему? Почему он грызет эти деревья и не грызет это? Называют это избирательное отношение к среде. Вот это дерево он может реализовать, использовал для простой кеплотин. А другое не грызет. Таким образом, я утверждаю, что все живое, жизнь, это есть информационное существование в среде. Жизнь всегда связана с целями. Но есть данная ценность. Сложность состоит в том, господа, что с целями связано существование не только живой системы. Но цели могут быть в той или иной мере свойственны и особому классу объектов неживых, которые отличаются от природных объектов, потому что созданы человеком и используются в его целях. Вот если я спрошу этого молодого человека, скажите мне другу, ой, а что такое стул? Как вы определите это явление? Предмет. Всякий ли предмет является стулом? Нет. А какой предмет мы называем стулом? Предмет, если это предмет. Совершенно верно. Да, то, на чем мы сидим, называют стулом. Вы видите, что происходит? Существование стула связано не со свойствами вещества, из которого вы его изготовили. Стул можно сделать и изделие, и вы из плази, и из железа. Он был стволом и стволом останется. Мы говорим, сущность этого объекта определяется целью. Да? Это объект, который использует человек для сетей. Ну, тем более, это касается сложных кибернетических устройств, которые не просто служат целью, но и способны самостоятельно реализовать. Какой-то изменительный аккординуток с какой-то программой способен, как разнообразие, ныне обыграть чемпиона мира по шагу. Вот условный и тирктуальный уровень. Обратите внимание, чемпион мира проиграл не коллективу программистов, которые создали эту программу. Этот коллектив, он обыграет вслепую, без винтикала. Понимаете? Он не в состоянии противодействовать именно информационному продукту человеку создан. Эти кибернетические устройства обладают всеми способностями, о которых я сказал. Они способны действовать адресно. И у них, несомненно, есть избирательное отношение к среде, потому что в них вложены параметры безопасности, которые эта система сама обеспечивает. В этой связи возникает очень сложный вопрос. Чем отличается целесообразность жирных систем от целесообразности неодушевленных предметов, которые имеют информационный привод? Ответ на этот вопрос очень достойный. Дело в том, что технические устройства, о которых я говорю, являются объектами функциональными. Они функционированы. Функцию в свое время великий социолог юргерем определял как соответствие между бытием объекта и его назначением. Что значит функционировать? Функционировать это значит служить внешней, несобственной цели. У стула есть собственная цель, чтобы найдем сиденье. Он может проснуться в плохом настроении и сказать, что это надоело мне у стула, и я стану положительным. Это невозможно. Объект реализует несобственную цель. Живые системы относятся к иному классу объектов. Их называют не функциональными, а субстанциальными. С вашего позволения я не буду углубляться в собственной сложности, а в определенной феномене субстанции. Скажу про то, что субстанциальные объекты это объекты самовоцельные, которые способны к самопорожению, самоподдержанию и саморазвитию. Такие объекты реализуют свои собственные, а не чужие, не внешние цели. У тракана есть какая-нибудь цель? А можете предположить, какие имена? Поесть, да и избежать неприятного контакта с вашим карточком и так далее. Множество целей. Это его собственные цели? Или мы имеем аналогичную ситуацию со сном? Его собственные цели это субстанциальный самоценный объект. Вот в этом и состоит различие между разного типа информационными объектами. Есть объекты функциональные, которые функционируют, и есть объекты субстанциальные, которые живут. Если вы хотите, чтобы я вам дал точное трафкое определение жизни, оно бы звучит так. Жизнь это способ самоцельного существования среди. Способ самоцельного существования жизни. Две оговорки. Значит, первая оговорка, ну это я просто порядка раз скажу на всякий случай. Вот я говорю о том, что информационные и функциональные объекты не имеют собственных целей. Ну, наверное, из соображений научной объективности нужно все-таки добавить на несколько местных, пока не имеют. В чем его значит, что произойдет в будущем, правда? Во всяком случае, в всем вам хорошо знаком сценарий современных фантастических фильмов, когда человек создает некий функциональный объект, как это называлось в фильме про Торминатора SkyNet, помните? Которое какое-то время функционирует в интересах человека, а потом говорит, знаешь, что... Ребята, спасибо, что вы меня создали. Вот теперь я буду реализовывать собственные цели. И начну я с того, что я устрою между вами термонитерную войну, чтобы у нас ногами не болтать. Понимаете? На современном уровне развития технологий, конечно, ничего подобного невозможно, но относительно будущего я завекаться не могу. Понимаете? Я не исключаю, что ваши муки вряд ли, но вот ваши правнуки не могут попасть в ситуацию, когда придется судиться собственным пылесосом. Понимаете? Ну, господа, к великому сожалению, вы поймете. Почему я говорил со временем, я могу сказать, что такие самоцелленные структуальные объекты могут функционировать. То есть они могут обретать нервную функцию. Вот мы с вами и говорим. Таракат реализует свои собственные цели, правда? Это плотное самоцелленное существо. И вы берете этого таракана и, не спрося его согласия, начинаете использовать его в свои собственные цели. Помните Роман Булганова, таракан и бега, когда вы берете таракан, используете его как призывок у рысака. Понимаете? Вот нечто подобное, вот эта вторичная функция, которую обретает самоцельный объект, в случае животных, наверное, может быть смешно, в случае с человеком это не смешно. Вот смотрите, передо мной сидит гордое самоцельное существо. Вы реализуете ваши собственные жизненные программы, сейчас я их перечислю. Если ошибусь, поправьте. Вы стремитесь получить хорошее образование, правда? Для того, чтобы в перспективе получить высокоплаченную профессию, мне интересует вас. Ну, подробно. Значит, нужно искать какие-то иные, но по-прежнему ваши цели, правда? Осознаете ли вы у меня трогать, что у дяди в военкомате немножко другое представление о целях вашего существования? Дядя в военкомате скажет так. Жить, то есть существовать самоцельно, ты будешь потом. А в ближайший год ты будешь функционировать в качестве солдата. Человек не только живет в обществе, если мы говорим о человеке, человек и функционирует в обществе. При этом способ функционирования оказывает существенное воздействие на повара жизни, которую любит на человека. Субтитры называют это феноменом ожидаемого понятия. Понимаете, ну, скажите, милые девушки, когда вы идете на свидание с человеком, зная, что он понятик, и идете на свидание с человеком, зная, что он постовой милиционер, да? У вас одинаковые ожидания от этой встречи. Думаю, что нет. Способ функционирования влияет существенным опытом на ум рождества. А вот теперь я скажу самое главное. Понимаете, господа, способность человека функционировать в обществе не решает его самоцельности. Вот это очень любопытная особенность человеческого существования. Мы функционируем лишь в том случае, если делаем эту функцию собственной целью. Если даем согласие на использование нас в этом качестве. Это утверждение очевидно, если мы с вами говорим о функциях, которые человек возлагает на себя добровольно. Правда? Меня никто не заставлял поступать на философский факультет, я выбрал для себя эту профессию сам. Меня никто не заставлял, я не знаю, заведовать каждой социальной философии, я выбрал для себя это сам. Я добровольно возлагаю на себя некие функции и с той же добровольно могу не проживаться. Правда? Я все-таки спрошу вас. Во всех нас человек обретает свою функцию, свое общественное назначение добровольно. Далеко не во всех, и это очень правильно отметить. Вопрос. В случае внешнего принуждения к действию, когда человека заставляют делать то, чего он делает не вручную, сохраняет ли этот человек свою самооценность, то есть способность реализовывать собственные ее внешние цели. Это очень правильно. Любовь. Значит, давайте просто что-то пояснить. Да, ну я не знаю, вот эта милая девушка, пускай будет у нас рабовладелец древнебрический, согласно? А я буду рабом, который принадлежит вам на права в личной собственности. Скажите мне, люди, знающие историю, римское право сохраняет самому свойство субъективности, то есть право на собственные потребности, интересы и цели. Нет. 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 Я говорящий орудие труда. У меня нет права на собственную жизнь. Я принадлежу этой милой женщине так же, как ей принадлежит эта ручка. Если она сломает эту ручку, никто не может предъявить ей юридических претензий, это ее вещи. Если она лишит меня жизни, никто не вправе предъявлять им юридические претензии, потому что вы распорядили свои вещи. Но чужого раба убивать нельзя, это понятно, когда за это платить придется, в чужая собственность. И вот теперь представьте себе, что эта милая женщина говорит, Карликачевич, я на полчаса из этой аудитории выйду, пожалуйста, к моему приходу, чтобы у кого здесь было до циркального риска. Не предлагаю функционировать в качестве поломутки. Нужно ли убеждать вас, что у меня нет ни малейшего желания мыть малую батареонию? Тем не менее, я соображаю и понимаю, что если я схожусь исполнить это распоряжение, могут быть весьма серьезные последствия для моего здоровья, а возможно и для жизни. Могут высеть, а могут и убить. И вот обратите внимание, даже будучи рабочим, я сохраняю самоценность. Я сам решаю, как в этой ситуации себя вести. Смириться ли с принуждением, рассматривая его как меньшую излогу, поможем, зато не поменим. Или противодействовать принуждению. Разные люди ведут себя в такой ситуации по-разному. В оконке у Владимира Чарейна была даже целая классификация рабов. Он говорил, есть раб, который просто влачет свое рабство, есть раб, которому нравится его рабство, и такого раба называют халун. И есть раб, который восстает против своего рабства, и он в этот момент перестает быть рабом. Даже если он в настоящий момент распят на весне. Вы понимаете, о чем я говорю, да? Вот в американских фильмах совершенно дурацкие бывают часто сцены. Гранители вырубались в банк. Наставили на кассира револьвер. Потребовали, чтобы он отдал деньги. Потом приезжает полиция, и кассир говорит, у меня не было выбора. У него что, действительно, не было выбора? Давайте прямо скажем, это страшный выбор. Этот выбор между жизнью и вполне возможный стиль. Но пока вы совершаете этот выбор сами, вы сохраняете свойства самоценного существа, независимо от внешнего давления, которое на вас оказалось. Вот выдающийся философ, экзистенциалист Жан-Круль Сарков в этой связи утверждал, что человек ни к чему нельзя принудить, если человек сам не согласен быть принужденным. У него есть блестящая фраза, она звучит как афоризм, Сарков говорит, человек обреченный слов. То есть он не может быть ни слова. Ну, впрочем, господа, чтобы это выглядело, так сказать, более или менее нереально, я должен вам сказать, что Сарков говорит, что не нужно особо эту свободу. На самом деле существует так называемая внешняя свобода. Это способность человека контролировать условия своей жизни и делать все то, что человек считает нужным. Такую свободу у человека можно отобрать. Если вы посмотрите человека в тюрьму, выяснится, что уже не он решает, что он будет есть на завтра, что он будет смотреть по телевизору и сколько времени он будет проводить на травмах. Все это решается по администрации тюрьмы, которая контролирует условия его жизни и решает его свободы внешней. Царковь имеет в виду другую свободу. Это свобода внутрения. Это способность человека самостоятельно определять свои жизненные приоритеты и, обратите внимание, не делать то, что человек не считает нужным делом. Понимаете? Вот такой свободы, как полагает Сартер, человеку больше нельзя. Человек рождается свободно и человек умирается. Согласны? Нет. А по этому человеку уже рождается... Не по своей жизни. Нет, ну да. Нет, ну да. Давайте все-таки, так сказать, заступлю за Сартер. Сартер, помните, утверждает, что существование человека предшествует его сущности. То есть в тот период, когда вы являетесь ребенком, вы еще не обрели свою сущность. Речь идет о зрелых, взрослых людях, которые самостоятельно решают, что им в этой жизни. Которые в тяжелом состоянии находятся. Вот они уже сущность обрели, но ее и теряют. Вот видите? Это значит, знаете, господа, почему? Вы говорите то, что вы говорите. Это особенности нашей российской истории. Все-таки Сартер в журнале, в относительно благополучной Европе, где цена человеческой жизни и цена человеческой свободы отличаются от той цены, которую в нашей стране. К великому сожалению, вполне возможно гордого самоцельного человека превратить в объект. Лишить его субъектных свойств. В каком случае это происходит? Это происходит в том случае, когда не человек делает что-то. А человек делает что-то. Когда внешнее принуждение лишает вас возможности гумана, свободы, злого. Ну, самый простейший пример, такое отвратительное преступление, как изнасилование. Вот обратите внимание, пока насильник говорит своих жертв, молчат, он уже будет. Женщина еще сохраняет самостоятельность. Она еще может самостоятельно принимать решения, кричать в крестскую жизнь или причиниться. Но если насильник ударил женщину по голове и гонишь, что происходит с бесчувственным телом, это означает, что человек утратил субъектные свойства и превратился в объект чужой деятельности. Поэтому давайте чуть-чуть скорректируем сам. Всего нужно два слова добавить для того, чтобы затофортировать. Человек обречет на свободу до тех пор, пока он действует сам. Ну, это не всегда именно в этих терминах, понимаете? Потому что объект для человека, возможно, это не обязательно в случае физического насилия. Понимаете? Вот сидит милая девушка, Лиза, покажите. Да, Лиза является сотрудницей моей партии, но я является заведущей. И я теоретически могу его убрать. Понимаете? И в этом меня совершенно не интересует, как она сама относится к факту, что я его увольняю. Если я его увольняю, да, она оказывается в положении, так называемой ситуативной объектности. Понимаете? Увольняю. Я рассматриваю его как объект. В рамках в следующий момент она будет обращаться в суд и требует, чтобы его восстановили на работе. Это значит, что утраченная векность, она очень быстро конденсируется. Итак, когда человек действует сам, он всегда самоцелен, он реализует некие цели. Можно я поздравить? Да, пожалуйста. А вот насчет того, что моя свобода до тех пор, пока не соприкасается с чужой свободой. То есть я сама себя буду ограничивать, если я буду видеть, что это вредит другому человеку и его свободу. Да ладно. Совершенно верно. Но, понимаете, это от свободы ограничить себя ради другого. Да. Не говоря, что в этой ситуации вынесло? Ну, это другая свобода. Абсолютно. На всякий случай хочу попросить. Вот я говорю, что гейпли человеку связан с реализацией цели. Скажите, а можно ли гейпли без цели? Да. Приведите мне в хоть один пример. Если он окажется успешным, я с полномору не буду из вашей аудитории и никогда больше не верю. А? Это вполне определенная цель, ничего не делать. Значит, тут вопрос в ручке, понимаете? На самом деле, казалось бы, множество примеров можно произвести. Но обратите внимание, ведь я говорю о деятельности. Деятельность человека всегда связана с реализацией не информационных программ, основанных на абстрактно-логическом мышлении, на цели полотенца. Поэтому, когда вы, занимаясь своим делом, параллельно чертите каких-то чертиков на бумаге, я это не рассматриваю как деятельность, это психоматология. Это пускай психолог не изучает, что и как я нарисовал. Ну, другой пример. Ну, представьте себе, так сказать, молодой человек отправился на свидание женщин, нелюбимый. Романтическая обстановка, шампанское, свечи. И вдруг, в самый неподходящий момент, у молодого человека начинает громко вручать животных. Если я вас спрашиваю, с какой целью этот молодой человек вручить животных. Вы даже, как будто деятельность, а цели нет, господа, это не деятельность. Это физиологическая активность организма, которую мы деятельностью не считаем, а я веду речь именно о деятельности человека. Какие бы примеры в этой ситуации не приходили вам в голову, они будут неуслышны. Ну, представьте, я их знаю. Пришел домой и обнародовал свою супругу в объятиях малосимпатичного, ну, для меня господина. Схватил тяжелую чугунную сковородку и нанес этому несимпатичному господину, так сказать, телесные повреждения средней тяжести. Вы меня будете за это судить? Определенно. Определенно. Молодой человек, знающий юридическую практику, говорит, определено. А если я открою себя на звуку адвоката, буду защищать себя сам. И скажу вам, говорю, уважаемый господин Зуня, ваша честь, у меня не было цели бить этого человека под ловецкого руки. У меня была другая цель. Я собирался провести приятные вечера с женой, посмотреть телевизор, но улыбнуть и так далее. За что вы мне сомневались? За вашей сомневой сомневой сомневой. Как нужно в этой ситуации построить обвинительную речку прокурору? Нужно, чтобы прокурор хоть один раз заглянул в учебники по социальной философии и узнал бы для себя, что такое целесообразность. Помните адресный выброс энергии? На Союзе грамотного отношения цели есть. Поэтому прокурор спрашивает у меня, дорогой Дарчикович, а как тут случилось, что вы ударили по голове сковородкой вот именно этого господина, а не старушку из квартиры напротив? Это случайность? Почему вы ударили его сковородкой по голове, а не баноном на метку? Понимаете? Ну, уже выясняется, что я действую адресно и избирательно. Это означает, что у меня есть ценность. Это быстрая цель, и от этого у меня готовность. Но, несомненно, это цель, которая вызывает и направляется на действие. Я скажу вам лучше, пожалуйста. Тут есть один единственный исключатель. Это важная тематика, не только для нас, но и для юристов. Утверждение вот какое. Деятельность не может быть бесцельной. Говорить о бесцельной деятельности, это все равно, что говорить о негоящем огне или независимом свете. Но бесцельными, спонтанными, как мы говорим, могут быть результаты деятельности. Вот эта ситуация чистая. Представьте себе, пошел на огонь, взял ружьего, собирался стрелять в медведя, прицелился, выстрелил, убил висекан. Будете меня судить? Да, непременно будете. Слушайте, за что вы меня судите? Ну, у меня точно не было никакой цели стрелять висекан. Что вы мне скажете в порядке выражения? Выглядит, это результат спонтанный. Мы судим вас за то, что осуществляя целенаправленную активность, по сведению рука, прицелению, спусканию этого рука, вы были недостаточно внимательны. Поэтому процесс в любых случаях направляется к цели. Результаты могут быть, как говорят, стихи, которые никто не прикидывал, никто не хотел, так часто было. Ну, господа, поскольку у нас очень мало времени, значит, я хочу перейти. Если вы согласны, что всякая жизнь есть самоцельный процесс, давайте теперь поговорим, а как вы именно цели жизни? Это сложный вопрос. Прежде всего потому, что, еще раз говорю, жизнь бывает разной. Бывает жизнь желудня, которая по какой-то присущей ему информационной программе вырастает вну, а не березу. Бывает цель бобра, который грызет дерево. И, наконец, бывают цели человека, который пишет «Войной мир» или «Пятую симфону». Я хочу задать вам вопрос. Как соотносится человеческий цель с целями биологических систем? Отвечаются ли они кардинально? Совпадаем ли полностью? Или же часто совпадают и часто отвечают? Очень важный вопрос. Значит, как на этот вопрос ответить? Я начну с того, господа, что есть соблазнительный, легкий способ отличения человека. Им занимаются, как правило, литераторы. Видимо, литератор не считает себя вполне реализовожим, если он не придумал какое-то свое собственное оригинальное определение человека. Как они это делают? Они берут. Кому-то специфическому, присущему только человеку, целевую установку и связывают с ней особенности людей. Но предположим, человек – это единственное живое существо, дающее имена. Кто вы скажете? Человек – единственное живое существо, способное верить в Бога. Человек – это единственное живое существо, обладающее головой моралью. Читил Эйфрейда. Обратите внимание, даже аморальный человек имеет представление о нормах, которые он нарушает. У моей кошки Катя, ни малейшего представления о нормах и морали нет, и по определению ведь никак не нужно. Вот вы получили готовое определение человека. В том случае, если человек вам нравится. А если он вам не нравится, а вы дадите другие определения, сконструированные по тому же принципу. Единственное живое существо, которое сознательно, уродно и вследу своего существования. Единственное живое существо, которое убивает в радиоизвлечении. И так далее, в воскресенье. Значит, господа, во-первых, я надеюсь, что это не определение. Это констатация факта, которую нужно объяснить. Определение появится тогда, когда вы скажете, а почему у человека есть головая мораль, а уже вы в крови. Ну и кроме того, я сейчас скажу очень рискованную вещь. Если у аудитории есть истово лягущие люди, у меня большая поза дать это говорить, но вы хотите сразу. А утверждать ее, что радиоизвлечения, так называемые промежуточные операциональные цели человека и живого. Но если мы говорим о целях конечных, они идентичны между другим случаем. Ну, естественно, возникает вопрос, а что такое конечная цель? Ответ простой. Это такой самозамкнутый информационный вектор, относительно которого становится бессмысленным вопрос, зачем. Я в том, что это применение. А конечные цели? Я всегда на лекции привожу к примеру. Знаете, господа, в жизни ребенка есть ужасный пик, приблизительно на двух и пяти лет. Этот период вызывает периодом почемучки. Ребенок познает мир, читать у него не уверен. А этим он адресует все свои вопросы родителям, и мы должны быть готовы в любой момент отдыхать на самые экзотические вопросы. Так вот, почемучка не страшна. В любом случае, в вашем распоряжении интернет и на любое «почему» вы найдете ответ. Страшна, зачем учу? Особенно, если, конечно, идет о конечных целях существования. Вот смотрите, моему сыну 5 лет, и я сообщаю ему, я говорю, знаешь, его зовут так же, как меня, я говорю, в городе, я решил купить автомобиль. Ребенок немедленно задает мне вопрос, папа, зачем? Я говорю, ну как зачем? Я по субботам буду возить тебя в завтрак. Ребенок немедленно задает мне вопрос, папа, а зачем? Я в холодильнике, я понимаю, чем все это кончится, но пока еще держусь. Я говорю, ну как зачем? Я хочу, чтобы ты общался с животными. А зачем? Спрашивайте меня, он должен общаться с животными. Я говорю, я хочу, чтобы ты вырос хорошим и добрым мальчиком. Единственное, следует вопрос, а зачем он должен быть хорошим и добрым мальчиком. Господа, последнее, что я могу ответить, я говорю, это чтобы тебе хорошо добрымся. Когда ребенок спросил меня, а зачем он должен хорошо жить, мои ответы кончились. Я ученый, я могу вам объяснить, почему человек стремится жить хорошо и стремится жить плохо. Зачем это, я не знаю, я создавал человека. Это так, потому что это вот так. Понимаете? Так вот, если мы говорим о конечных, а не об операциональных целях, я вынужден, я понимаю, господа, что для верующих, это очень оскорбительно выдержит. Вы представьте, человек, так сказать, венец творения, созданного по обновлению Бога, а тот бессмысленный искор, у которого и души приняты на самом деле. С научной точки зрения выясняется, что конечные цели существования одного и другого идентичны. Что это за конечная цель в жизни? Давным-давно Арестопель ответил на этот вопрос и во всех учебниках. А если взять группу в блюд и веществ, которые вещества тоже рожают неживые человеки, там гермода в сетях. Нет, ну зачем гермода? Давайте совершенно комплектные вещи. Смерть и конечная цель существования. А? Смерть. Ответ на то, что с нами случается, неизбежно, но далеко не все стремятся к смерти, к конечной цели существования. Сынгазицы. Хорошо было бы избежать ее, а не главное удастся. А? Сынгази. Значит, ответ на этот вопрос обычно звучит так. Конечная цель в жизни является сама жизнь. Сохранение этой жизни в среде существования. Господа, если я не сделаю необходимые оговорки, вы устроите без скандала вы бы совершеннолетний. Тут проблема в том, что для животного цель самосохранения задана рефлектурой. У животного, несомненно, есть инстинкт самосохранения. Да, у животного есть. А как вы думаете, может ли животное совершить самоубийство? Но только при одном узоре, что мы самоубийство понимаем, как осознанный и добровольный отказательный. Вы подумайте, скажите, нет. Конечно, возможны разные коллективы. Представьте себе собаку, которая очень любит своего хозяина. Хозяин умирает. У собаки тяжелая депрессия. Собака перестает есть и в какой-то момент подгумяется. Мы надеемся, что не будете утверждать, что собака осмыслила эту ситуацию. Подвергла ее ценностной экспертизе. Ах, хозяин умирает. Жизнь мне больше не нужна. Я добровольная за безжизнью ложь. Единственный, более-менее похожий на ад своего убийства, это, знаете, когда мама птица бросается в пасть лисицы, не того, чтобы отвезти ее к птицам. Но самое главное, что вы в этой ситуации можете сделать, господа, это восторгаться проявлением птицы. Боже, какой нравственной границы. Если бы женщины всегда делали себя так, как эта скромная птица. Почему бессмысленно восторгаться? Потому что у птицы нет альтернативы, у нее нет выбора. Это биохимическое принуждение к победению. У нее индивидуальность. Есть инстинкт индивидуального самосохранения. И есть инстинкт видового самосохранения. При определенных условиях актуализируется. Независимо от воли этой птицы, именно инстинкт видового самосохранения, она бросается в пасть лисицы. Здесь нет выбора. Нет добровольности. А человек ведет себя совсем не мальчиком. Офицеры взрываются, как рано для воплощей, чтобы не сдаться в плен. Молодая женщина уходит из жизни, потому что какой-то негодяй обманул ее ожидания. Происходит строго и реального. Теперь напротив вас стоит некий профессор Мамжанов, который говорит, несмотря на все эти факты, конечные цели в любую жизнь являются самосохранениями. Тут одно из двух вопросов. Или у вас профессор Чокнубин, или есть некая новость. Какую версию вы поддерживаете? Вот именно об этом я и хочу говорить. В чем тут дело? Дело в том, господа, что самосохранение предполагает решение не от двух, а двух разных. Я буду использовать термины выдающегося американского психолога Аврахома Маслов, который говорит о том, что существует дефицентный способ самосохранения. Конечная цель дефицентного самосохранения, Маслов называет его «деповедение», это сохранение факта жизни, то есть биологическое выживание в свете. И существует вторая цель самосохранения. Маслов называет его «беповедение» или «бедильное самосохранение». В этом случае конечной целью поведения является сохранение не факта, а качества жизни. Таких из параметров, которые система живая воспринимает как комфортные. Понимаете? Да, Варсин. Можно вопрос. Но ведь на самом деле все наши конкретционные действия, которые мы создали в симфонии и в военном мире, это самосохранение в творите потока. Поэтому, с моей точки зрения, кроме того, что это жизнь, еще существует задача остаться в творите потока, и это и есть способ сохранения своей жизни. Вы знаете, я не буду с вами спорить, понимаете, просто по моему глубокому убеждению это одно и то же. То есть для творца комфортно оставить свое имя в истории. Он считает ситуацию, в которой его имя будет забыто, для себя некомфортно. Вот и все. Но для любого человека, поэтому он и говорит, что он пытается остаться. Для любого это сильно сказано. Ну, давайте обсудим, значит, Итак, два разных вида самосохранения. Обратите внимание, господа. У любого живого организма, обладающего психикой, растения неизвестны, самосохранение осуществляется именно в этих двух руках. Ну, я всегда на студенты привожу пример, когда у меня собачка была в кардинговой пуле. От неумеренной любви я раскормил ее так, что собака стала похожа на шар. Представляете себе, шарообразного пуделя. По ночам собака стала храпеть, как пьяный мотор. Потом выяснилось, что она не в состоянии самостоятельно подниматься по лестницам. В результате я взял эту собаку, помес ее в ветеринар. Ветеринар кричал на меня так, как никто и никогда в жизни меня не кричал. Говорит, вы что с собакой сделали? Вы убедите ее. Вы убедите в вердикт. С завтрашнего дня вы прекращаете всякое кормление собаки со стола. С завтрашнего дня ваша собака будет получать специализированный по СПР-27. Специально придуманный для доевших животных. Должен вам сказать, что этот СПР-27 стоил существенно дороже мяса. Во время, о котором я вам говорил, мясо у коровица можно было купить за, по-моему, 120 рублей, а этот СПР стоил 180. Утром я положил полную весу корма. Я произнес прочувственную речь. Я сказал, до ночи, по сегодняшему дня могу прилетаться по дороге. И потом был один из самых сложных дней моей жизни. Моя патологическая, ажура собака целый день ничего не видела. Она ходила за мной по полной ноги. И смотрела на меня взгляды, которые я видел только на портретах боя. Знаете, космическая скорбь и вопрос, за что? Вот если я вас спрошу, господа, я предложил своей собаке корову, который содержал все необходимые для нее питательные вещества. Белые, белые, жирные, углевые, углевые. Почему она не имеет? Очень простой вопрос. Это белые не вкуса. Вы видите, собака устроена так, что у нас стремится не просто поесть для того, чтобы остаться в желудке. Это дефицит от ребенка. При прочих ранах собака пытается поесть вкусно. И очень наглядно для себя развлечает еду вкусную от еды без кусты. С людьми происходит рома пыса. Собственного говоря, господа, сейчас я озвучу для вас универсальную форму душиства. Единственное, не пугайтесь, у меня нет избыточных амбиций, но формула задолго для меня сформулирована Эпикова. Эпикова утверждала, конечная цель всякой жизни – жить, стремясь к удовольствию и издвигая страдания. Там были немножко другие слова использованы, минимизируя страдания и максимизируя удовольствие. Это универсальная формула жизни, которая соответствует и человеку, и животным. Но если я не сделаю обработки, понимаете, да, они раз у меня был просто ужасный случай. Понимаете, очень истинно верующая женщина, она дается в аудитории. Когда я ей сказал, что конечные цели человека и животного совпадают, она посмотрела на меня совплощение. А когда я еще и процитировал Эпикова о стремлении к удовольствию, она не будет. Она встала и сказала, Карен Качкич, прошу вас, не судите о меня по себе. Это, говорят, вы, может быть, стремитесь к удовольствию. Я вот это допускаю, а мы, сказала она, люди христианской гражданности, наоборот, отказываемся от удовольствия, от удовольствия и очищаем душу, страдания. Вы знаете, господа, я не могу воспринимать такого замечания, как критику, так сказать, в моем утверждении. И знаете почему? Одну и простую причину. Я ведь ничего вам не сказал. А в чем именно состоит удовольствие? Дело в том, что удовольствия бывают разные. Для кого-то это действительно, понимаете, хороший сердце и сытые желудки. А для кого-то удовольствия могут быть труднообъяснимые удовольствия духа. Знаете, был такой христианский святой, Есимеон Стопов, который забрался на какую-то узкую прощадку, столб, так сказать, долгое время ничего не ел, питался дождевой ботой, на груди не несет какой-то тяжеленный крест. Когда полуживого его с этого креста сняли, его спросили, человек, зачем ты это с собой сделал? Знаете, что надо делать? Он сказал, я сделал это ради ничем не ограниченного удовольствия Богу не с ним. Человек мысленно в Боге, получая от этого живейшее эмоциональное удовольствие. Поэтому удовольствия бывают разные. Ну, я не должен был, конечно, тогда говорить, потому что женщина обиделась и ушла к лопну дверью, но не удержался. Я говорю, скажите, моя хорошая, вот вы говорите, что вы отказываетесь от удовольствия и ощущаете душу страдания. А ради чего вы страдаетесь? Вы скажите мне, какова цель всякого, проводируемого христианинга? Райское блаженство, пролитие. Спасибо. Поэтому не надо говорить, что никаким образом и никаким удовольствием вас не причинит. Вы уверены, что это рак и ад, и, я бы сказал, будет разными подростками на этой шкале удовольствия и недовольствиями. Итак, господа, после всего того, что я вам и говорил, оскорбительного для человеческого достоинства, теперь позвольте, я заступлю за человека. И с того обстоятельства, что конечные цели людей и животных совпадают, совсем не свернует, что человек ничем не отличается от животных. Знаете, в чем это отличие? Я отвечу на это вопрос так. Ситуацию, которую экс-дистенциалисты называют ограниченной, когда нельзя одновременно сохранить и факт, и качество жизни, когда перед вами стоит выбор, альтернатива. Человек способен быть почесть качество факта. То есть отказаться от жизни, которая не соответствует его приставлениям, а достойным существованием. Живок ли на такие подвиги способен, уверен в вас. Человек на такие подвиги способен, и поэтому прошу вас не справа. Героический акт самоубийства, когда офицер взрывает себя гранатой, не размапливайте как нарушение парадигмы самосохранения. Это самосохранение, но не факта жизни, а того, что Маскову называют социокультурной идентичностью человека. Да, я помню, до последней секунды, я останусь свободным человеком, но вам не удастся меня. Понимаете? Вот такая своеобразная этапа на самосохранение. Собственно говоря, господа, люди делятся на два типа. Завершаем, да? А, ну еще последний вопрос, сказал. Да, люди, собственно говоря, делятся на два типа. Есть люди с так называемой дедоминантой, и есть люди с дедоминантой. Различие между ними, вот так вот, люди с дедоминантой полагают, что лучшей целью жизни является геологическое выживание. Они руководствуются максимумы известных с далних времен. Помните? Живая собака лучше мертвого лица. Левого он величественный, но мертвый, а собака грязная, голодная, палка и битая, но живая. И такая ничтожная жизнь лучше, чем дедоминанты. Люди с дедоминантой руководствуются другими ценностными предпочтениями. Они руководствуются мыслью, которую в свое время очень неосторожно сформулировал бывший госсекретарь США. Понимаете, когда то, что я скажу, говорит философ, это нормально. Но когда это говорит человек, руководящий в ядерной державе, становится нерубленно. В общем, госсекретарь сказал, что в этой жизни есть ценности, поважнее, чем в жизни. Понимаете, какой-то госсекретарь США в 80-х годах и в 70-х годах, завершая, я вам скажу, единая и общая обязательная цель жизни есть. Понимаете, любой из вас вынужден жить, испытывая, в Москве очень хорошо бывает, инстинктоподобное начать сохранению факта и качества жизни. А в дальнейшем у вас есть то, чем у них тяжело. У вас есть свобода. Мотивационный экспертизм, реакции на безальтернативные влияния. Это называется свобода и боль. Понимаете? Вы можете предвидеть поведение голодной курицы, если ей далее держат? С дурацким углом, куда-то не побежит и уходить ей. Поведение курицы, на которое вы побежите, разматривая палкой, можно предвидеть? В 100 случаев точно. Потому что животное действует очень простой схеме. Голодят? Я же страшен? Беги или нападай по-разному. Находишься в состоянии плохого возбуждения, приступать к ухаживанию немедленно. И только человек имеет возможность. Мотивационные экспертизы, реакции на ощущения, данные безальтернативных. Вы никуда не можете делать чувство голода. Домо вас мучает, вы не можете его запретить. Но и в этой ситуации вы можете принять решение не есть. Если принятие пищи в этой ситуации не соответствует вашему религиозному, политическому, техникум и государству. Ну вот, собственно, все, что хотел сказать. Спасибо вам за внимание.